Всем привет! В эфире «Спортивная среда». Главная интрига последних дней – один или два спортсмена представит регион на Всемирной универсиаде, наконец разрешилась. Мастер спорта по спортивному ориентированию Ирина Тулупова так и осталась в списке запасных. На универсиаду отправится только основной состав команды. В него вошел выпускник ФГУ Сергей Шалин. Он выступит в составе мужской сборной по спортивному ориентированию. Первые в истории России зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта. Сергей является мастером спорта. У нас по этому направлению, кроме того, удачно и успешно выступает и в соревнованиях по лыжным гонкам. Не так давно был первым на областных соревнованиях. Мы, конечно же, подготовили его по максимуму. Он прошел все необходимые сборы. Вот сейчас он уехал у нас на соревнования в СССР. Там уже будет соревноваться со своими коллегами по команде сборной России. Не только спортсмены представят регион на зимней универсиаде, но и волонтеры. Они, кстати, уже получили форму и приступили к работе. На данный момент я нахожусь на площади мира. Здесь полным ходом идет подготовка. Именно здесь будут проходить официальные встречи со спортсменами. Здесь будут награждения. Здесь будет фан-зона. Сейчас полностью идет подготовка. Готовят сцену у БКЗ. БКЗ – это большой концертный зал. Он как раз находится сейчас за моей спиной. Владимир Смирнов, за плечами которого волонтерство на Олимпийских играх в Сочи и чемпионате мира, отправился на универсиаду в качестве супервайзера, координатора добровольцев. В любой стране, в любом городе России, когда ты говоришь, что ты с Иваново, очень хорошо и тепло относятся, потому что ивановских волонтеров везде ценят. Особенно волонтеров крупных событий. И это очень здорово, что мы можем показать, насколько наш регион очень добрый. Путевка на первенство Европы обеспечена. Тэквондистка Кристина Лысова стала победительницей рейтингового турнира G2, который завершился в Турции. Обеда в рейтинговом турнире позволяет спортсмену принять участие в первенстве Европы без отбора в своей стране. Конкуренция в Турции была более чем серьезной. В соревнованиях приняли участие более двух тысяч бойцов. Свою победу Кристина до сих пор не верит. Выступать пришлось с травмой. В день отъезда девушка потянула мышцы на уроки физкультуры. Еще больше травмировала ногу во время тренировки. Чтобы завоевать бронзу, Кристина, превозмогая боль, провела четыре боя. Она уступила лишь турчанке, чемпионке этого турнира. Была травма, было сложно, было очень трудно тебе. Я помню, как мы тебя с площадки хромой доводили, как мы тебя на площадку приводили, как мы у медика постоянно там были. Было сложно, было больно. Я видел, что ты терпела. Вот за это хочу тебя похвалить. Молодец. Именно умеешь до конца победить, идти, до конца стараться сделать все возможное и невозможное для того, чтобы победить. В Иванове завершилось первенство по боксу памяти ветеранов ивановского спорта. Турнир, как всегда, собрал лучших. На этот раз соревнования запомнились рекордным числом участников. Два ивановских боксера взяли золото и попали в финал первенства России, который пройдет в Анапе. Кроме того, в копилке ивановских спортсменов пять серебряных и пять бронзовых наград. В этом году турнир запомнился небывалым количеством участников. Более 400 спортсменов приехали, чтобы проверить себя на прочность. География впечатляет. Свыше 40 регионов от Ханты-Мансийска до Кавказа. География обширная. Действительно, это мини-Россия. Уровень спортсменов был очень высокий. Боев, которые завершились, очень мало. И конкуренция нашим боксерам очень была велика. Но, несмотря на это, все равно по 2005-2006 году у нас два первых места. Это Межиев Аюб весовой категории 40 килограмм. И Мельников Иван весовой категории 46 килограмм. Региональный этап школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» подошел к концу. В спорткомплексе «Энергия» состоялся заключительный матч как у девушек, так и у юношей. Школьная баскетбольная лига была создана в 2007 году как региональный проект в Бермском крае. На сегодняшний день это крупнейший баскетбольный турнир в стране, который объединяет 69 регионов. Ивановская область ввелась в движение в 2012 году. На этот раз за золото в финале боролись юноши из Южа и Вичуги. Встреча завершилась со счетом 80-41 в пользу южских спортсменов. Теперь их команда представит регион на первенстве ЦФО. Преимущества соперника были в росте. Наши преимущества были, скорее всего, в скорости. И поэтому так и получилось. Обыграли скоростью. Среди девушек право участвовать в первенстве ЦФО завоевала кинишемская команда «Феникс» школой номер 18 имени маршала Василевского. Зимний заплыв в летнем саду в центре Фурманова состоялся Кубок Содружества клубов зимнего плавания «Морозка-2019». Более 100 спортсменов из 24 городов России и Беларуси приняли участие в соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества. Они продемонстрировали свою физическую подготовку в командных смешанных эстафетах и личном первенстве на дистанциях 25, 50, 100 и даже 200 метров, вольным стилем, брасом и бутерфляем. И хотя заплыв проходил в летнем саду, температура воды и воздуха в этот день были совсем не летними. Это все, о чем мы успели вам рассказать. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»